Декабрь 1903 года, ну пара событий в России были, Колчак вернулся после этой экспедиции по спасению Толя, уже про это отдельный был клип, поэтому не буду повторяться. 28 декабря Николай II поселение Новониколаевск при станции Обь постановил считать городом, то есть с этой точки существует город Новосибирск, который позднее перевесил вот эту старую столицу Западной Сибири, Томск, и стал крупнейшим именно центром Западной Сибири в силу вот своей локализации на железнодорожном узле. Однако произошло в декабре крупнейшее событие в истории мира вообще, а именно первый полет на самолете. Скоро все эти воздушные дела станут прямо-таки определяющими, особенно когда пойдут стратегические бомбардировщики, ядерное оружие и так далее. Ну, в общем, братья Райт общеизвестные, но понятно, про всяких мажайских это полный бред, вот изобретатели самолета это либо братья Райт, либо там еще был этот бразильский товарищ, я про него уже в отдельном клипе писал, он на дирижаблях летал и самолеты тоже пробовал. В общем, было много людей, одержимых идеей полета. Братья Райт, они уже давно испытывали планеры, планеры. То есть они в 1900 году, у них уже планер пролетел, эти первые их планеры летали как бумажные змеи и их удерживали еще тросами, чтобы они никуда их не снесло. Как правило, они их испытывали без пилотов, с мешками, с песком, с цепями всякими. Иногда они сами на них тоже летали, но недолго и невысоко. Они на этих планерах делали в основном исследования, то есть как бы вот так сделать, чтобы подольше полетал. И в этом плане они изобрели в том числе первую аэродинамическую трубу, то есть они часть исследований начали проводить на специальном этом... Как бы так, машину специальную придумали, в которой они свои вот эти крылья испытывали и смотрели, как оно вообще полетит. Они, естественно, первые расчеты коэффициентов для разных типов крыльев сделали. И вот, собственно, братьям Райт принадлежит идее вот этой этажерки, то есть в два этажа делать крылья. Вот это вот планер на... на первой картинке планера, на второй уже самолет. Значит, самолет Flyer 1 первый назывался. Суть в том, что это на планер они поставили двигатель. Сделали они примерно по той же схеме, по которой они предыдущих несколько планеров своих делали, то есть ель в основном. И деревянный пропеллер, то есть из дерева полностью, они потом горели хорошо в Первую мировую. И на дерево поставили бензиновый двигатель, который они сделали в своем магазине велосипедов. Пропеллер они не могли никак рассчитать, они искали для корабельных винтов формулы, никаких особенных формул для винтов они не нашли. Поэтому они применяли формулы, которые для крыльев, то есть они посчитали, что пропеллер это крыло, только оно вертикально вращается. И провели огромное количество испытаний в аэродинамической трубе, пока не разработали способный тянуть самолет пропеллер. Пропеллер у них все время ломался, то есть весь 903 год они этот пропеллер разобретали, с большим количеством неудач. Два брата была, Уилбер и Орвилл. Они в Орлянку разыграли, кто первый полетит на самолете. 14 декабря Уилбер выиграл в Орлянку, попытался взлететь, но самолет сразу после взлета упал. Дико матерясь по-английски, брат и Райт опять переделали самолет, и наконец 17 декабря совершился первый полет. Два полета они совершили. При встречном ветре 43 км в час, и как раз второй брат Орвилл пролетел 12 секунд, 36,5 метра за 12 секунд пролетел. И этот полет зафиксировали как раз вот на этой знаменитой фотографии, это первый полет человека на самолете. Дальше Уилбер тоже 52 метра пролетел, и Орвилл тоже 60 метров пролетел. Пять человек было свидетелем этого полета. В основном это были спасатели, которые собирались спасать этих двух изобретателей, если у них их самолет поломается. Значит, телеграмму отцу они передали, а оператор телеграфа немедленно рассказал все это дело журналистам, и уже на следующий день в американских газетах, там же общество достаточно такое открыто, и уже на следующий день все писали, что полетели американцы в небо. Ну вот это на самом деле грандиозная информация, которая как и изобретение радио во многом определит и жизнь, и политику 20 века. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...